Всем привет, меня зовут Юлия, вы на канале Буки в руки, на канале с моим субъективным мнением о книгах. Не обращайте внимания на задник, потому что ремонт всегда длится дольше, чем хотелось бы. Если вам интересно, как подвигается мой ремонт и что мы делаем, подписывайтесь в Телеграм. Там же можно посмотреть гораздо быстрее, что я читаю, потому что там это выкладывается раньше, чем снимается прочитанное. Кстати, в этот раз летнее прочитанное я буду снимать одним куском, потому что июнь я не успела отснять, в июле уже как-то снимать июль тоже странно, поэтому одним большим куском одно большое прочитанное будет в конце августа или в начале сентября. Итак, я думаю, вы догадались уже по названию видео, о чем будет сегодняшний ролик. И да, это повторное знакомство с Кассандрой Клэр и ее орудиями смерти. Правильно я уже сказала? Да. Почему повторное? Дело в том, что я уже читала первую книгу ее трилогии про адские механизмы. Там у нас викторианская Англия была и адские механизмы, собственно, которые меня, в общем-то, и смутили. И, казалось бы, название же говорящее, надо было предполагать, что там будут дикие автоматоны и всякая вот такая вот ерунда, которая мне не очень нравится. Я не люблю стинпанк в книгах фэнтези. Точно такая же история у меня приключается вот с этой трилогией, с этим циклом, потому что современность фэнтези я тоже не очень люблю. Кстати, у меня блестит, по-моему, все, что только может блестеть, потому что у нас опять дикая жара, поэтому так мало выходит роликов, потому что снимать что-то невозможно. Ты настолько выматываешься, что очень тяжело что-то снимать. Плюс, когда снимаешь, вот у меня сейчас закрыто окно, чтобы не слышно было людей и домофон. Ну, в общем, ладно, поныла. Давайте дальше. По книге. Я вспомнила, что в тот раз я брала именно адский механизм, потому что там была викторианская Англия, и как-то представить что-то происходящее в прошлом мне было проще. Я думала, что если мне понравится слог, если мне понравится история, то уже вернуться вот сюда в современность мне будет проще. Потому что, еще раз говорю, это не проблема книги, это мои собственные ограничения. Я не могу представить, чтобы у нас в современности, в нашем мире, условно, существовала магия. Здесь же именно такая завязка. Молодая девушка по имени Клэр, ей, по-моему, 16 лет только исполнилось, находится в клубе со своим лучшим другом и наблюдает там убийство. Причем убийство не совсем человека, не совсем человеками. И, откровенно говоря, меня смущает также и ее поведение. Ну, к примеру, если бы я такое видела, я была бы в ужасе. Я бы ни в том, что до туалета в темноте дойти не могла. Я бы не факт, что до дома бы доехала спокойно. Конечно, она там была с другом. Конечно, она немножко в шоке от того, что она не понимает, что это было. Какое-то видение, это какая-то морок какой-то у нее в голове, или что это вообще происходило. Но, в общем-то, она вполне благополучно добирается до дома, продолжает жить свою жизнь. В какой-то момент приходит мама из магазина или из поездки какой-то и говорит ей о том, что они должны уезжать. Мы понимаем, что семья тоже непростая. Видела она это все тоже не просто так. Тем более, что один из людей, участвовавших в этом убийстве, сказал ей, что ты не должна нас видеть. В общем, мы понимаем, что эта девушка не из простых, и с ней будет связана какая-то история. Так вот, прочитав 54 страницы, я поняла, что эта история прямо-таки пропитана двухтысячными. Я когда читала, я себе представляла, наверное, какие-то кадры из сериала «Зачарованных». Вот эта вот та же атмосфера, та же раскадровка. Как-то, я не знаю, вот именно эти ощущения у меня были при прочтении первых 54 страниц. И да, мне пока не очень нравится, потому что современность, потому что магия современности – это мое нет в книжных циклах фэнтези. И потому что я смотрела фильм. Человек, который посоветовал мне эту книгу, говорил, что есть две экранизации – это фильм и сериал. Лучше смотреть фильм. Сценки из фильма тоже здесь всплывали периодически, когда я читала, доходила до момента, который был показан в фильме. И я не могу сказать, что мне это нравится. Кстати, относительно того, что мне ее посоветовали, в принципе, книгу мне саму подарили. Их, на самом деле, оказалось довольно-таки тяжело в током оформлении найти. Скрипя сердце, я обещаю, что это будет честный отзыв. И если я все-таки проникнусь в историю, то я прямо так и скажу. Если же мне не будет нравиться, то точно так же я прямо скажу, что мне не нравится. Пока у меня смутные впечатления такого легкого чтения на один раз, потому что это история двухтысячных, потому что магия в современности, и потому что тут довольно простая история, которая отчасти была повторена в адских механизмах. Я это заметила еще когда смотрела фильм. В общем, странные, сумбурные пока ощущения. Читаем дальше, и совсем скоро с вами увидимся. Так, я, конечно, понимаю, что сейчас, видимо, останусь без друга, потому что продолжаю штурмовать. Вот здесь говорят о примитивных людях, которые не видят демонов, которые, в принципе, ничего не видят, простые люди. Но мне хочется сказать, что тут примитивный текст. Героиня примитивная. У нее напал демон. Она там избирала, некоторым образом, гибели. И, внимание, она оказалась в неком месте, где ее подлечили, подлотали. Ее ждет взрослый наставник, который, по идее, ей должен еще объяснить. Она идет, слышит музыку. Кто-то играет на рояле. Длинные пальцы бегали по клавишам. А, подождите. За роялем в джинсах и серой футболке сидел босой Джейс. Его золотистые волосы непокорно торчали во все стороны, будто он только что проснулся. Длинные пальцы бегали по клавишам. Клейдин наблюдал за быстрыми и точными движениями рук. Еще недавно эти самые руки крепко ее держали, пока над головой, словно серебристые блестки, кружились звезды. То есть тебя не интересует, кто он. Тебя не интересует, кто ты. Тебя не интересует, кто он тебе напал. Тебя не интересует, где твоя мать. Где ты сама вообще оказалась. Ну вот, длинные пальцы. И торчащие во все струи локоны. Вот эти книжки для подростков. Что-то мне кажется, нет. Не полюблю ее стрика, сам другая. А жаль. Ну ладно, читаем дальше. Забыла сказать, что вот эта вот вся ситуация начала меня раздражать несколько раньше. Когда очнулась наша девушка. Она закроет так чайник. Кстати, мне кажется, влоговый формат, он такой расслабленный. И я думаю, что вы не против, что я так довольно по-домашнему сижу. Может, все свои. Правильно? И это же не какое-то глобальное видео. Поэтому я думаю, вы меня простите. В общем, девушка просто очнулась. И одни из первых ее вопросов были. А кто меня принес? А где вы Джейс родители? То есть, тебя не волнует, что твой мир только что стал с ног на голову? Что тут происходит и творится что-то невероятное? Хотела сказать два слова сразу. Так не бывает, конечно. Нет у меня такой суперспособности. Что простой, понятный мир стал абсолютно каким-то чужим. А кто Джейс родители? А они тут же вместе с Джейсом или нет? Это из серии «Мне торвало ноги». Но какой красивый торс у парня, который несет меня на каталку. Ну просто, ну как... Читаю. Я читаю. Я дочитаю все равно эту книгу. Прочитано еще 200 страниц. У меня здесь появились закладочки. И в данном случае эти закладочки – это места, в которых у меня закатывались глаза. Потому что, когда Клэри узнает, насколько она особенная, и что мама ее, по сути, находится в руках у какого-то неадекватного маньяка... Надеюсь, что она думает. Потому что Изабелла вот там раньше говорила о том, что Джейс врун. Надо срочно уточнить. А он действительно такой врун? Тебе только что сказали, кто ты такая есть. Тебе объяснили, у кого находится твоя мать. Не. А, еще, кстати, было интересно. Выяснилось, что люди, причастные к похищению матери Клэри, эти же люди убили отца Джейса. Знаете, какие выводы она делает? Клэри чувствовала странную радость. Ее маму забрали те же, кто много лет назад убил отца Джейса. Теперь ему придется помочь ей в поисках мамы. Хочет он того или нет. Он не бросит ее, по крайней мере, сейчас. Нет, я понимаю, что тут в какой-то степени речь идет о том, что у нее есть помощь. Что вот эти сверхъестественные существа будут помогать. Но на самом-то деле она ведь думает не об этом. А о том, что, ай, какой хороший мальчик, боже мой. Он меня не бросит, он мне будет помогать искать маму. Потому что мама твоя, ну как бы, да, находится в ужасных условиях. Непонятно, что они там делают. Зачем об этом думать? Главное, мне Джейсон будет помогать. И здесь вот таких вот приколов про то, что люди должны думать об одном, а думают они совершенно о другом, очень много. Кассандра Клэр сравнивает с Армаз. Но в данном случае, когда я читала с Армаз, я переживала за героев. Я им сопереживала. Я была вовлечена в повествование здесь. Я это все читаю, как смешной комикс. Вот так вот. Немножко так. И никакого сопереживания у меня нет. Джейс, которого, видимо, автор хотела показать, как такого крутого, дерзкого, смелого парня, вызывает у меня снискорительную улыбку. Потому что, по-моему, здесь написано было, что он на пару лет примерно старше Клэри. То есть ему лет 18. И вот это один из плюсов автора, когда я вспомнила, сколько Клэри лет, что ей нет еще и 16. Я думаю, а чего я вообще хочу от девочки 15-летней? Естественно, она будет так рассуждать. И это скорее плюс для автора, что она смела передать именно вот это отношение подростковое, младше подростковое, наверное, даже можно сказать, к происходящему в ее жизни и вообще с ней. И после этого история про... Сейчас я вам найду еще одну закладочку. В общем, они сидят, разговаривают про маму Клэри, как ее спасать, где искать ее. И так мы же знаем, сказал Джейс. Да, Клэри с надеждой посмотрела на него. И где? Здесь. Джейс дотронулся пальцем до ее виска. Он сделал это так нежно, что Клэри покраснела. Остановите мои глаза, пока они не выкатились. Дотронулся до сих. Но при условии, что это 15 лет, там, да, там любое прикосновение, мне кажется, ты сразу вспыхиваешь, сразу тебе так... Ой-ой-ой-ой-ой. Это же какое-то так внимание, начинаешь это придумывать. Я выросла из таких книг. Я понимаю, что это исключительно подростковая литература, рассчитанная на определенный возраст. И сейчас это читать мне уже немножко не по возрасту. Кто-то может сказать, что Ризонт тоже такой смелый, умелый, позиционируется в Сарамас. Но у Ризонта, когда читаешь, ты чувствуешь мужчину. Ты чувствуешь мощь, власть, мудрость какую-то, терпение, осторожность. Здесь просто парень-красавчик, он об этом и знает, он этим пользуется. Ну, что меня смутил? У меня знаете какой? Здесь, это опечатка в книге, или это на самом деле так написано? Разговаривает Клэри с Джейсом, она смотрит ему в глаза. Джейсон наклонился к ней через стол, и Клэри заметила темные янтарные прожилки на его светлых зрачках. В смысле светлых зрачках? Наверное, имелось что-то в виду другое, или я что-то не понимаю. Если вы в курсе, что имелось в виду, напишите мне в комментариях, потому что светлые зрачки как-то звучат подозрительно. Еще у меня есть претензия к этой книге по поводу логики. Если вы слышите какой-то раздражающий звук, это у нас косят траву. Причем косят ее третий день, хотя там площадка, ее можно прокосить за полчаса. Ну, это вот с утра до вечера, жужужу-жу, и не знаю, что они там косят. Поэтому давайте будем снисходительны. Думала, что закончили кассидин. У меня претензия. Так получается, что Джейсон притащил не только Клэри в институт, ну ладно, как бы с ней все понятно, но во вторую свою вылазку они привели с собой еще и Саймона, лучшего друга Клэри, который... как они тут называются, ну вообще просто человек примитивный. И они сидят буквально через пять минут знакомства и рассуждают о том, как что предпринять, что делать, как спасать там маму Клэри, вообще стоит ли это делать. И он участвует в их разговоре. Секундочку. Вы как бы тайная организация, которая существует много тысяч лет. Вы скрываете свое логово за определенными иллюзиями. Тут какой-то левый пацан. Просто потому, что он друг Клэри, имеет право участвовать в ваших разговорах по поводу спасения условно мира. Да ну. Слабая книга. Реально слабая. Несмотря на то, что я готова простить поведение Клэри и читать уже с такой... с нисхождением с некоторым то, что она творит. Но остальная эта логика где? Еще момент меня смутил. Опять же Клэри, когда Саймон попадает в это логово, он там видит красивую девушку, откровенно на нее залипает. И Клэри в этот момент думает, что ну конечно, она же в его вкусе. Так опять вспоминаем, да? У Клэри похитили маму. Черт знает, что творится в ее жизни в принципе. Непонятно, что у нее там с ее домом. Ей идти по сути некуда. Этих людей она знает три дня. Нет, вру. Пять дней. Ну три дня из них она пролежала в беспамятстве. И она готова им довериться, готова им поверить. А, вы не совсем люди. Это не проблема. Главное, такой красивенький, такой хорошенький. И дотронулся до моего виска пальцами так нежно. Но при этом Саймона мы ревнуем. Да. Потому что у нас же других проблем-то нет. Как ты смел посмотреть так? Ну она, конечно, так не говорит, но она об этом думает. При том, что Саймона она воспринимает именно как друга. Опять же, я понимаю, что это подростковая вот ерундистика, когда ты на все реагируешь. В этом смысле отлично. Я согласна, что так показано. Да, наверное, так тебя девочки 15-летние ведут. Но у тебя вроде как есть глобальная проблема. Ты, может быть, на ней концентрируешься? 200 страниц. Здесь их всего, по-моему, 600. Где тут 68? Все, встретимся с вами еще через 100 страниц. Может быть, будет лучше. Все-таки надеюсь на то, что будет лучше. Пока надежды не оправдываются. Но мы ждем. Ждем. Надеемся, верим. Читаем дальше. Увидимся. Я дочитала «Сумеречных охотников» до 300 страницы, 300 с чем-то. Там у нас Клэри отправляется к некоему магу. Самое интересное, что когда Клэри отправляется со всей своей компанией к нему, этот маг, который на минуточку один из самых известных, один из самых сильных, он ее спокойно принимает, разговаривает с этими детишками «Сумеречных охотников», как он их назвал. В общем, странновато, конечно, странновато. Я бы поняла, если бы там озвучили, что этот маг претендует какие-то свои цели, что у него какая-то своя выгода есть. Тогда бы да. Но что... Вот так все просто получается у героев, так все просто случается. Ну, странненько. Плюс перевоплощение Саймона. Слушайте, ну практически золушка. Не знаю, мне кажется, не понравится мне этот цикл. Дочитать я его не буду. Хотя я понимаю, что понравится, если вы знакомитесь с фэнтези первый раз. Если вам лет до 20, а еще лучше, если до 18. Если вы, в принципе, первый раз знакомитесь с таким циклом, который, ну, скажем так, крайне обычных существ. Не просто фэнтези, а именно про каких-то вот этих вот охотников сумеречных, нечисть. Это было бы, наверное, интересно. Но после того, как я прочитала Сармаз, вот эти вот все подростки с подростковым поведением. Здесь, опять же скажу, плюс Санри Куэр, потому что вот подростковое поведение ей получилось передать просто идеально. Считаем дальше, но уже просто дочитываем. Я не думаю, что мнение мое повиняется. Мне кажется, я в прошлом отрезке не сказала про то, как была одета Клэри. Изабель переодела ее для того, чтобы пойти на вечеринку. И это было ультракороткое и обтягивающее платье, колготки в сеточку и ботфорты на каблуке. При этом Клэри, уже поднимаясь на саму вечеринку, подумала о том, что ей сапоги эти натирают. Несмотря ни на что, Клэри в этих сапогах пробегала всю ночь до утра, в местах, а для этого не предназначенных, для бега в смысле, на каблуках не более. И ни разу больше об этом не вспомнила. Неужели так быстро разносились сапожки? Ладно, я уже готова потерять друга окончательно, поэтому давайте выскору свое мнение еще по ста страницам, которые я прочла. Есть самая яркая... Нет, подождите, не самая яркая. Не самая яркая, но самая смешная ситуация была, в главе с отелем Дюмор. Клэри с Джейсом пришлось отправиться в логово к вампирам. При этом, когда Джейс, вскрывая церковь для того, чтобы взять оружие, чтобы не приходить с пустыми руками, стоит с отмычкой и, значит, ковыряется в замке, Клэри знаете, о чем думает? Вы думаете о том, что на улице темно, ей предстоит отправиться в логово к вампирам, о которых она узнала буквально вот пару дней назад. К реальным вампирам, которые тебя могут укусить, которые страшные. Ночь на дворе. Поэтому их миссия, она тоже не самая простая. Тут уже, в принципе, стоит задуматься. А, дожди, тебе это... Думаете, об этом она думает? Нет. Клэри думает о том, как перекатываются мышцы от Джейса. И как под фонарями его волосы стали из золотистых серебристыми. То есть, нет. Ни как спасти маму, ни в каком состоянии мама, ни как помочь Саймону. Нет. Джейс. Все мысли только о Джейсе. Ну, не знаю, не знаю. Меня, в принципе, смущает тот факт, что герои в этой книге все принимают достаточно быстро на веру и как-то стараются дальше жить в новых реалиях. То есть, мне сказали, что вот есть там демоны и вампиры. Отрицание, принятие вот этих шагей. Нет. А, да, ну ладно, окей, что-то надо в церковь сходить. Хорошую взять. Пойдемте, пойдемте. Ой, Джейс, какой ты красивый. Подростки описаны очень хорошо. Очень-очень хорошо. Эти перепалки с Джейсом, Клэри и Джейса, это вообще... Ты сидишь, думаешь? Во-первых, я не верю в диалоги. Потому что диалоги, они какие-то... Они вымученные. Притянутые за уши. И ты такой сидишь, думаешь, там, где ты должен был улыбнуться, во всяком случае, ощущение, что автор рассчитывал на то, что ты будешь улыбаться в этот момент. Ты такой... Да. Примерно так все-таки происходит. Ладно, давайте перейдем к сцене с отелем Дюмор. Наша парочка собралась туда. Они пришли. Ищут, значит, вход. При этом Клэри еще на подходе увидела, что в одном из окон задернулась штора. Задернута она была каким-то бледным существом. Вы думаете, она сказала бы Танжейсу? Предупредила, да, что нас уже увидели. Но нужно быть осторожнее. Нет, зачем? Ищут вход. В этот момент к ним подходит какой-то чувак и говорит, ребят, тут это место нехорошее, вы бы тут не стояли, пойдемте, я вас провожу. И рассказывает на свою историю о том, что вот у него, значит, там, брат старший однажды собрался с друзьями вот сюда, чтобы выбить нечисть. Мы знаем, что здесь живет нечисть, потому что здесь в принципе место нехорошее и тут, видите, трупики кошечек и собачек. С трупиками кошечек и собачек попозже разберемся. В общем, я вот тут теперь хожу, спасаю людей. Джейс говорит, ты что, знаешь про вампиров? Он говорит, да, знаю. Как бы вот, да. Поэтому и хожу, спасаю ночью. Что вы думаете, делает Джейс? Я просто не понимаю, каким образом. Весь Нью-Йорк не знает о том, что у них есть умирительные охотники. Он достает клинок и говорит, я знаю про вампиров. Я их уже убивал. Клинок, который светится. У нас как бы секретная миссия, да? Но мы общаемся с чуваком перед входом в логово. Как бы, что будем поболтать, да? Светим своим мечом, красуемся и говорим, что я такой весь крутой. Господи, тебе 17 лет. Крутости в тебе ноль. Реальной крутости ноль. Отсутствие мозгов, да. Да, вот это точно есть. И дальнейшее его поведение об этом говорится абсолютно явно. Ладно. Это вообще отдельная история с этим Джейсом. В общем, мне он не понравился. Знаешь, что есть два лагеря. Тем, кому Джейс нравится, тем, кому Джейс не нравится. Вот я во втором лагере. Дальше. Обещала поговорить про трупики кошечек и собачек. Как бы намекается на то, что у нас вампиры едят кошечек и собачек. Я сначала возмущилась, с чего вдруг вампиры такой фигней занимаются. Потом-то мне дошло, что, видимо, из-за соглашения с конкламом они людей жрать не могут, чтобы их охотники не трогали. Поэтому кошечки и собачки. Но с другой стороны, а с чего вдруг трупики-то? Они же кровь пьют. Ну, как бы, да? Ладно бы там какие-то мувими высосанные были. Опять же, с людьми та же история. Можно же просто немножко крови выпить. И все. И никто не узнает. Я уже не говорю, сколько бродяжек в Нью-Йорке наверняка есть. Но нет, у нас там косточки кошечек и собачек. Окей. Дальше. Вот я сейчас, если не убрала закладку с этого места, я вам сейчас расскажу про то, как наши друзья перемещались по логову вампиров. Крадутся. Наша тройка. Значит, по логову вампиров ищут то, что нужно найти. Шикнул на нее Рафаэль. Это вот этот мужик вампиру услышит возле их спальни. А ты откуда знаешь? Зашептала Клэри. Его вообще не приглашали. Кто дала Рафаэль? Право ее отчитывать. То есть ты... Я сейчас держусь, чтобы не заматериться. В этот момент думаешь о том, что тебя отчитывают. Ночью. В заброшке крадешься как бы вот к вампирам. Дальше это просто гениальная строчка. Когда ты откуда знаешь, переживаешь, что ее отчитывают, чувствую. Уголок его в глаза дернулся. И Клэри поняла, что Рафаэль тоже напуган. А ты нет? А каким образом, интересно, он чувствует, что здесь пальня вамбиров? По запаху? Я просто вот это вот... Это кошмар какой-то. Это вот... Это ужас. Ну, это, конечно, была самая яркая такая глава. Вот на этом месте про чувства я в голос, просто в голос смеялась, потому что, ну, это невозможно читать с серьезным лицом и в серьезных щах. Поэтому мне книга и не вкатила, потому что ты тут сидишь и думаешь, боже мой, что за бред? Боже мой, что за бред? И поверить... Я, в принципе, не могу поверить в то, что в наше время может быть магия, а здесь описывается именно реальность наша. Но еще и вот с такими вот... с таким подходом автора это больше выглядит как развлекательная литература, как юмористическая фэнтези. Ладно, это была самая яркая глава, но потом у нас была тоже не менее такая романтичная остановочка. И здесь мне стало еще более непонятно, каким образом Джейс пользуется такой любовью, потому что он ведь неадекватный. Мало того, что он вообще не думает об опасности, да? Опять же, тот же Этель Дюмор. Какого черта ты потащил туда, Клэри? Вас двое. Тебе 17 лет, ты неадекватный, адреналинозависимый подросток, и ей 15. Она вот только узнала про то, что еще какой-то мир существует, она ничего не умеет, у нее нет никакой защиты, но ты поперся с ней. Гениально же. Что мне это-то? То есть не со своими товарищами, которые хоть немножко оружия в руках держать не умеют, да? Как-то в логово вамбиров. Ты вообще немножко думаешь о том, что ты делаешь. Как они смывались из этого отеля, это вообще отдельная история. Я такая сижу и думаю, о какой любви здесь может идти речь? Этот человек любит только себя. И красуется он исключительно для того, чтобы получить минутку славы своей. Но после того, как он себя повел после романтического момента, если это спойлер, то извините, но да, здесь был романтический момент. Я такая сижу и думаю, адреналинозависимый манипулятор. Вот по-другому я не могу сказать. Вот это Джейс. Самовлюбленный манипулятор. Чего в нем хорошего? Не знаю. Ладно, пойду читать дальше, потому что я хочу дочитать. У меня настрой сегодня дочитать эту книгу. Увидимся совсем скоро. Я прочитала не сто страниц, я дочитала до эпилога, почти до конца. Про эпилог поговорим с вами отдельно. И что я могу сказать? Когда наши детишки совмиричных охотников, как их назвал Магнус Бэйн, и в общем-то характеризовал их абсолютно правильно, возвращаются с очередной своей вылазки с раненым товарищем, при этом в институте произошло тоже некоторое событие. Как вы думаете, что делает Клэри? Вместо того, чтобы пойти к Лайттудам, сказать о том, что произошло, рассказать, потому что они не видели, попросить связаться с Конклавом или хотя бы с родителями. Ну, всяко у них есть связь с родителями. Что делает Клэри? Конечно же, она отправляется за человеком в погоню, который, возможно, знает, где Джейс. При том, что раненому товарищу помощь, насколько я понимаю, нужна была срочно. Гениальный ребенок. Потом этот гениальный ребенок предъявляет взрослому человеку претензии относительно того, почему ты не бросился спасать мою маму. Ох, как мне хотелось в этот момент предъявить ей, а почему ты вспоминешь про свою маму и про ее спасение? Процентов 5, наверное, из всего текста, а большую часть времени оцениваешь, насколько красиво играют былики солнца на швилюре Джейса и как переливаются мышцы под его рубашкой. Еще здесь была немножко, такая, зарисовка из прошлого Джослин. Показала нам Кассандра Клэр, с чего все началось. Этот момент был очень интересен, и если бы она написала книгу когда-нибудь о том, что происходило до, я бы, наверное, даже почитала. Я бы соблазнилась, потому что идея мне понравилась. В самом конце, конечно же, случилось сооружение между добром и злом, и здесь тоже читать это без закатывающихся глаз было невозможно, потому что зачем охрана? Такое ощущение складывалось, что автор вот придумал, что должно происходить все вот так, и оно происходило ровно так, как нужно автору. Без сучка, без задоринки. Так не бывает. Я не думаю, что условный злодей настолько глуп или настолько самоуверен. Тем не менее, как случилось, так случилось. Диалоги, опять же, людей, которые, и не только людей, которые участвовали вот в этой вот большой битве, не знаю, я в них не верила. То есть, я сидела, читала, такая, да ну, вот прям вот так вот и сказал. Джейс вообще здесь выступает, то ли он какой-то окуренный, то ли его чем-то опоили, но он вообще неадекватен. У него реально диполярка, мне кажется, или какое-то психическое расстройство абсолютно совершенно точно. Да. Дочитый в эпилог, возвращаюсь к вам уже с финалом. Дочитала, слава богу, дочитала, потому что последние, наверное, на странице 300 я уже домучивала себя. В эпилоге ничего интересного особо не произошло, нам просто показали жизни героев после того самого последнего события. Не знаю. Меня, кстати, смутил один момент, когда сам-сам в конце Клэри наблюдает Нью-Йорк и думает о том, что какой прекрасный город, для скольких существ он стал домом, в том числе там демоны, русалки, фэри, вампиры, лоборотни, масса всех. Как хорошо, что вот такой разнообразный мир. Я вернулась, я перелистала начало книги, посмотрела, с чего все началось, и у меня возникает вопрос. Если Нью-Йорк, город для всех существ, если у Ганклава снижить весь договор, которому они друг друга стараются не трогать, какого черта детишки сумеречных охотников в самом начале книги убили демона? Я думала, может быть, я пропустила причину, по которой они-то сделали, может быть, они упоминали. Нет. Максимум, что они упоминали, это они с него требовали. Сказайте, сколько у вас еще таких здесь? Что за какие-то двойные стандарты? Автор резко передумала финал истории. Елена решила резко писать продолжение. Не ожидала сначала, что получится классно, и надо будет писать целый цикл. Хорошо, что человек, который мне рекомендовал Кассандр Клэр, который в этом разбирается, который прочитал уже все книги из тех, которые выходили на русском из этой серии, она мне попыталась объяснить, в чем разница. И в таком свете, наверное, да, можно сказать, что логика здесь есть. Но опять же, человек, который прочитал только первую книгу, непонятно. Да и в принципе, даже объяснения знающего фаната, но они такие. Как бы поверить можно, но ну странно. Такое ощущение на самом деле, что концепция мира несколько раз менялась. Не случилось у меня любви. Если говорить о плюсах и минусах, то из плюсов это только хорошее настроение от этой книги и такое понятие как про ботай. Я раньше его не знала, оказывается, это действительно существовавшее понятие. Оно взято из Рима и там это как и здесь собственно обозначало воина, по сути брата. Это воины, которые сражаются в том числе спиной к спине друг к другу, это воины, которые готовы друг за друга дать в том числе жизнь. Классное понятие, если бы Кассандра Клэр сделала ставку на это, если бы она показала узы братства между нефилимами, вот это было бы наверное классно. Показало бы, насколько тяжело им кого-то из своих терять. Показало бы, насколько они действительно связаны, не находясь при этом кровном росте. Именно братство бы показало. Мне кажется, я немножко начинаю скатываться с Кассандрой Клэр на Сан-Маз, потому что у нее как раз такое братство есть. Но мне было бы интересно это посмотреть. Без всяких вот этих вот ЛГБТ-тематик, потому что здесь, да, это тоже есть. Как бы, ну, веяние времени. Закроем на это глаза. Из минусов, которые гораздо больше, я могу сказать, что здесь абсолютно четко чувствуется время написания этой книги. Я такое не люблю. То есть я читаю и понимаю, что да, это написано в 2000-х годах. В 2010-е годы, вот в этот период. И это на самом деле так, если верить тому, что здесь написано. Книга была выпущена в 2007-м году. Первая самая. Мне не понравилось, что здесь очень сюжет построен кинематографично. Вот прям можно смело снимать сериал, прям брать и чуть-чуть там редактировать. И вот он готовый сценарий. Вот видела просто я картинками, как из фильма Зачарованный. И пролог, кстати, тоже помните, там у Зачарованный, как в конце каждой серии. Были такие вставочки с кусочками из обычной жизни их после борьбы с Неваной. Здесь такой же прием. Мне не понравилось, что мне пытаются доказать, что в нашем мире, это уже мои личные предпочтения, есть магия. Мне не понравились летающие кареты. Это просто, я забыла об этом сказать, но это просто отдельный разговор. Почему в жизни не может быть, например, своего мотоцикла? Он же вроде из богатой семьи. Зачем зародить вот эти вот летающие кареты, которые летают там через весь город? И это вот все, я как это себе представила? Ожеленный городской поток у Нью-Йорка и вот эти вот кареты с вензелечками. Зачем этот бред? Ну ладно. Мне не понравились герои, мне не понравились диалоги, мне не понравилась книга в целом. С автором я не близка, с ней я не подружилась и не подружусь ни с автором, ни с циклом. Единственное, мне было бы интересно когда-нибудь, не в ближайшее время, почти первую циклу, первую книгу последнего цикла, посмотреть, насколько изменилась техника автора, насколько изменилось ее видение мира и как она его проработала, как она себя проработала в качестве автора. Вот это, пожалуй, было бы интересно, но не в ближайшее время. Опять же, это мое субъективное мнение, всегда старайтесь хотя бы в электронке читать книги, которые вас заинтересовали, потому что даже если на 90% у нас с вами мнение совпадает, есть 10%, когда мы разойдемся во мнениях, и возможно, эта книга вам понравится. твое же мнение я высказала. До новых встреч, еще увидимся.